Неолиберальная элита не смирилась с победой Дональда Трампа на президентских выборах и запустила череду протестов, получивших название «Пурпурная революция». Уже ни для кого не секрет, что эти акции гражданского неповиновения, как и другие цветные революции по всему миру, щедро проспонсировал фонд Джорджа Сороса, мрачного гения современного глобализма, не нуждающегося в представлении. Либеральное болото мобилизовало все протестные группы, часть из них честно отрабатывали деньги, однако в основном это были представители так называемых обиженных людей, которые вечно недовольны. Соответственно, к каждой группе применялась определенная мотивационная стратегия. Расовая вражда. Для этой цели были привлечены негритянские люмпены, малообразованные жители черных кварталов, маргиналы, не упускающие возможность побузить под любым предлогом, а заодно и пограбить. Во всех проблемах они традиционно винят белых и припоминают события двухсотлетней давности. С ними в паре идут и белые, так называемые сноуфлейкс, снежки, так называют ультралибералов, которые под давлением пропаганды начали стесняться и даже стыдиться того факта, что они родились белыми. Правозащитная организация с гипертрофированным чувством вины. Кстати, черные не испытывают к ним никакой благодарности. Наоборот, белые правозащитники для них что-то вроде людей второго сорта или даже слуг. Содомиты и другие извращенцы. Эти товарищи, которые нам вовсе не товарищи, участвуют в любых либеральных акциях по всему миру. Причем им даже повод не нужен. У них логика проста. Либо ты тоже извращенец, либо ты гомофоб. Опять же, их организации и кружки получают щедрую подпитку от все того же Сороса. Мигранты, выходцы из Латинской Америки и Ближнего Востока, действительно испугались жесткой позиции нового американского президента. Они искренне негодуют. Ведь теперь, чтобы остаться жить в США или получить рабочую визу, нужно учить язык, показывать свои профессиональные навыки и доказывать свою любовь к американским традиционным ценностям. Вот за это Трампа называют расистом, нацистом, шовинистом, сексистом и прочими нехорошими словами. Ну, языком молоть, не мешки ворочать. Основной протестный электорат сосредоточен в городах и весьма избалован. Никто из них не готов к настоящему уличному противостоянию. В отличие от американских патриотов, хорошо вооруженных и решительных, Все, что могут теперь делать либералы, это хныкать в интернете и тихо смиряться с поражением.